Дорожная компания Нужно намазать кожные покровы таким жирным кремом Ближе к небу в Бобруйске проходит летная практика у курсантов военной академии Основная задача наших с ними полетов – это определить профпригодность человека Что в учебной программе А также, господа офицеры, последний тест и новые ограничения В Беларуси сегодняшнего дня запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним Что еще входит в список? Важная дорога продолжается ремонт улицы Интернациональной Для удобства горожан асфальт меняют ночью, смена длится 7 часов С 21.00 до 4 утра погода также способствует работе Для укладки модернизированного покрытия нужно, чтобы в темное время суток было не ниже 15 градусов тепла Протяженность всего участка более 2 километров от Советской до улицы 60 лет Октября В планах на этот год по городу Бобруску, значит, по ЖКХ Ремонт, значит, улицы Минской Продолжить После улицы Крылова до Орженикидзе И ремонт проспекта строителей от улицы Шинна и до улицы Сеперска Кроме самой дороги, на Интернациональной модернизируют пешеходные дорожки и бордюрный камень В связи с ремонтными работами просьба водителям учитывать данные факторы При составлении маршрута также не парковать транспортные средства у обочин Минздрав в Беларуси обновил статистику по КОИ-19 За минувшие сутки зафиксировано 1035 пациентов с положительным тестом на коронавирус Всего с начала пандемии заразились 424 554 человека В Беларуси проводят предварительные испытания собственной вакцины от коронавируса Сейчас препаратом прививают мышей Когда специалисты убедятся, что он провоцирует выработку антител И не вызывает побочных реакций Начнутся доклинические испытания на других животных И только после этого его проверят на людях Ожидается, что производство отечественного лекарства начнется в следующем году Вступительная кампания, цифровая подпись и горячая пора В Беларуси до конца недели ожидается жаркая погода Какой будет градус? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре Сегодня во Дворце Независимости чествовали выпускников, военных, учебных заведений и высший офицерский состав Эти люди – опора безопасности государства, уверен президент Саму встречу Александр Лукашенко назвал событием государственной важности Ведь сегодня люди в погонах должны быть готовы противостоять любым агрессивным действиям в отношении Беларуси В Беларуси сегодняшнего дня запрещается продажа энергетиков несовершеннолетним В этот список также входят алкогольные и слабоалкогольные напитки Пиво, табачные изделия, электронные системы курения, жидкости для них Системы для потребления табака, нетабачные, никотиносодержащие изделия Игральные карты, пневматическое и метательное оружие За исключением игрушек, эротическая продукция, а также та, которая содержит элементы насилия и жестокости В стране завершилось последнее централизованное тестирование по всемирной истории новейшего времени На него зарегистрировались более тысячи абитуриентов, а в целом на ЦТ в этом году 62 тысячи Для тех, кто пропустил какой-то из предметов по уважительной причине, есть резервный день Перерегистрация заканчивается уже завтра Полностью испытания завершатся в конце следующей недели В Беларуси выдали миллионный сертификат электронной цифровой подписи Технология позволяет подписывать документы онлайн, в том числе за пределами страны Плюс с внедрением биометрических документов, на которых она также будет присутствовать Граждане смогут взаимодействовать с госорганами и посещая учреждения Единой точкой коммуникации станет портал электронных услуг В Беларуси до конца недели ожидается жаркая погода Так, в пятницу будет небольшая облачность, преимущественно без осадков Ветер прогнозируется юго-восточный, южный 4-9 метров в секунду При порывах до 14 Температура воздуха в ночные часы составит от 13 до 22 градусов тепла Днем воздух прогреется до 34 со знаком плюс Очередной бесправник в Белынычах погоня завершилась стрельбой Происшествие случилось в среду около половины первого ночи Сотрудники ГАИ неоднократно требовали водителя Вольсвагена остановиться Но немец продолжал движение Инспектору пришлось использовать оружие, стрельба по колесам вынудила лихача нажать на тормоз Правонарушителем оказался 21-летний местный житель, который никогда не получал водительского удостоверения Выяснилось также, что у него это не первая поездка без прав На парне составили 4 протокола, 2204 рубля Такой штраф теперь придется ему заплатить В Тихом Омуте инфекция водится Специалисты обращают внимание, купание в неизвестных местах грозит проблемами со здоровьем В последние годы случай обращения учреждения здравоохранения Жалобами на крапивницу, появляющуюся сразу после купания в озерах или прудах, к сожалению, не редкость Виновники маленькие обитатели мелководия Паразитирующие черви, которые скапливаются на прибережной растительности Нападают на водоплавающих птиц, а заодно и человека Самое главное, что нужно намазать кожные покровы таким жирным кремом Который обычно продается, так называемые, репелленты от тех же комаров И вот этот жирный крем постоянно обновлять на коже И этот крем будет являться барьером, чтобы вот эти мельчайшие личинки не впились нам в кожу В Вобрусском районе последний случай циркариоза был зарегистрирован в 2019-м Подросток обошел несколько запрещенных пляжей, на одном из них парень и подцепил неприятную болезнь Напомним, сейчас в Вобрусске запрещены купания во всех реках и водоемах Рыцари неба, первокурсники авиационного факультета военной академии проходят летную практику в Вобрусске В учебной программе взлет и посадка, разворот, вывод из штопора, вироши, спирали всего 20 часов на высоте Кому под силу управлять самолетом, знала Карина Гуревич Денис Ахримук с детства знал, кем хочет стать, когда вырастет Небо манило его всегда Признается, в комнате все полки были заставлены маленькими игрушечными самолетами А теперь курсанту военной академии покоряются настоящие железные птицы Поэтому парень четко уверен, страху здесь нет места Самое интересное в этой профессии, это именно ощущение от самого полета То чувство, когда ты управляешь сам планером, например, самолетом Такую поднимаешь в небо машину, это очень завораживает В Абруйский аэроклуб уже более 20 лет принимают у себя курсантов военной академии Летная практика – налаженный механизм Почти 12 часов в небе с инструктором, а затем юные авиаторы поднимаются в небо самостоятельно Практика у будущих летчиков проходит вот на таких машинах Это двухместный планер, его вес почти 300 килограммов, скорость 250 километров в час Мотора у железного коня нет, в воздух его поднимает самолет-буксировщик Всего практику проходит в этом году 19 человек Курсанты осваивают несколько воздушных фигур Разворот, вираж, спираль, штопор Самое главное – взлет и посадка В распоряжении курсантов 8 планеров Это самые простые летательные аппараты Плюс несколько часов подготовки на земле Учат ребят и как правильно обслуживать машины Основная задача наших с ними полетов – это определить профпригодность человека То есть, как он будет себя чувствовать в воздухе И при переходе на более сложные летательные аппараты То есть, чтобы не было сюрпризов Если будет видно, что при полетах на планере он везет себя неуверенно То, значит, будут приниматься какие-то меры Летчик должен быть всегда сосредоточен Уметь быстро подстраиваться под нештатные ситуации Поэтому в процессе обучения инструкторы аэроклуба проверяют курсантов и на психологическую устойчивость В конце практики парней ожидает экзамен Карина Гуревич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360 Это все и события к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА